Ну что, давайте обсуждать, почему татары в Татарстане не разговаривают на татарском языке. Я сама татарка, выросла в Татарстане, родилась в Казани, и с детства мы говорили на двух языках, на татарском и на русском языке. Я очень много времени проводила в деревне у Луаники, и, естественно, в деревне все разговаривают на татарском, поэтому ты невольно говоришь на этом языке и учишься ему, вне зависимости от того, что в садик я ходила русский, и в школу я тоже ходила русскую. Тем не менее, на татарском я разговаривала, потому что говорили в моей семье. И действительно, в моей школе, в моем садике было много детей татар, которые не разговаривали на татарском языке. Конечно, можно сказать, что это случилось, потому что татарстан оккупировала Россию, и это мне часто пишут в комментариях, но на самом деле причина вообще в другом. Вообще, русский язык, он покрывает большую часть каких-то физиологических потребностей человека, который живет в России в том числе и да и во многих странах близлежащих. Знаешь русский язык? Можешь пойти в магазин и купить все, что тебе нужно, да, разъясниться спокойно. Знаешь русский язык? Ты приходишь в государственные учреждения, и там тоже можешь объясниться. Знаешь русский язык? Можешь пойти в школу учиться. Знаешь русский язык? Можешь пойти в вуз учиться и так далее. Ты можешь выехать в соседние страны и делать там то же самое на понятном тебе языке. А вот на татарском такое вряд ли получится. И поэтому это обычные процессы. К большому сожалению, с учетом, что я сама татарка, это обычные процессы, когда большой язык поглощает маленький. Конечно, в этой ситуации кто-то скажет, а давайте выгоним всех русских и будем жить счастливо и прекрасно. Но, ребята, это так не работает, если только вы не живете в каком-то мире розовых пони. Я вообще не понимаю, зачем действовать через негатив по отношению к другому народу, если можно при этом же с меньшим сопротивлением действовать через позитив и популяризировать свой язык, свою культуру, поощряя классных музыкантов, кино, какие-то национальные интересные проекты, выдвигая их, придумывая, создавая площадки для того, чтобы молодежь действительно создавала такие проекты. Именно через популяризацию своего языка возрождать его и делать еще более красивым и насыщенным. Пишите свое мнение в комментариях. Очень надеюсь, что при этом вы не забудете про вежливость и уважительное отношение к другим людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!